здравствуйте с вами Ефименко Наталья Юрьевна специалист по травмам и коллекционер народных методов лечения и ко мне пришел вопрос через интернет сети социальные сети можно ли применять определенный там сироп для похудения при грудном вскармливании во-первых вопрос сразу же нет при грудном вскармливании вообще мало что можно применять и вообще сама мысль о похудении в этот период она конечно занимает очень мамочку молодую но надо учесть несколько нюансов и я о них расскажу ну во-первых всю беременность ваш организм он стремительно набирал килограммы для того чтобы обеспечить рождение и полное развитие ребенка дальше он опять же гормонально очень сильно там бурьи пролетали и такие 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 чтобы обеспечить и рождение ребенка дальше грудное вскармливание опять же имеет гормональную регулировку но во время грудного вскармливания есть таких несколько расхожих мифов и я их попытаюсь развеять ну во первых многие уповают на то что грудное вскармливание оно само по себе калорийно затратно и в общем-то организм сам похудеет и можно есть все что угодно но на самом деле тратится всего 500 калорий это одна маленькая шоколадка организм сам не похудеет в это время а очень легко может набрать дополнительный вес к тому что вот вы еще во время беременности набирали потому что обороты никуда не скинулись то есть гормональная олигуровка и гормональный такой приказ организму набирать вес он еще существует что с этим можно делать ну во первых убрать реально действительно очень вредно и из рациона то есть сахар убрать шоколадки убрать консерванты убрать жирное обычное питание здоровое питание оно без всяких красителей без острых специй ну в общем для того чтобы во первых молоко было вкусное во вторых для производства жиров в молоке вот жиры извне они не нужны то есть организм сам продуцирует молоко из того что уже есть в женщине в общем то и вообще надо задуматься как бы понимаете ближайшие физкультурные занятия они через восемь недель после родов только показаны и то не все нельзя прыгать чтобы вот вот грудь колыхалась нельзя заниматься силовыми упражнениями либо очень сильно перетягивать грудь нельзя бегать в общем то все эти степ упражнения в общем то нет показано только плавание очень длительная ходьба вот и как бы ребенок у вас уже в наличии ходить с ребенком можно минимум 40 минут в хорошем темпе вам нужно ходить вот это единственное анаэробные упражнения которые вам показаны любые другие упражнения увеличат количество молочной кислоты в мышцах и испортит вкус молока вообще грудное вскармливание очень важно для малыша и сейчас почему-то идет такая массированная атака всех средств информации о том что вскармливать грудью не надо надо смеси разбалтывать с одной стороны это рекламный трюк с другой стороны допустим в той же самой америки декретного то в общем то нету и там ребенок только родился и сразу с первого дня идет на искусственное вскармливание а вот в европе то же самое и поэтому если у нас есть такая возможность оскармливание грудном то это лучше что мы можем дать ребенку потому что женское молоко это самое идеальное питание конечно все прикормы вовремя и так далее и тому подобное но кормить можно как нужно как можно дольше минимум два месяца а так желательно бы конечно год я откормила двух детей год и во время грудного вскармливания конечно мой вес прибавлялся а вот потом предстоит над собой работа достаточно очень сильная а не всегда успешная но во время грудного вскармливания вы можете пойти на некоторые хитрости а ну во первых ребенок у вас питается дробно кто-то там 13 раз в день кто-то 7 раз в день в общем как вы выстроили этот режим вы должны питаться точно так же как ребенок дробно маленькими порциями а не терпеть очень долго а потом ночью как бы набрасываться на объемы питания и конечно выбрать более диетические а такие меню просто поверьте что жиры вам в это время не нужны дополнительные лишние и конечно очень много ходить с ребенком носить его в кенгуру в подвесной в этой сумке в слиме конечно он будет вас как раз как отягощение работать просто катать его в коляске и а вот потом когда у вас грудное вскармливание закончится вы попьете шалфей то есть закончите лактацию и можете уже будет приступать целенаправленно к похудению и методов конечно много и о них о всех расскажу